Ребят, всем привет! Очень давно я не проводила прямые эфиры. Кто-то есть на связи или нет? Сейчас подожду, может кто-то подключится. О! Привет, привет всем! Сейчас подожду немножечко к подключиться людей. Всем привет! Сколько лет, сколько зим я не проводила прямые эфиры. Это мы едем с Борей с детьми с пикника. Были на пикнике с друзьями. Младшие спят в машине, старшие уехали своим ходом, кто с нами там был. А мы приехали в Леруа Мерлен. Нет, это не Колорлон. Да, Леруа Мерлен. Боря завтра едет на заказ. Нужно для заказчика закупить материалы. И завтра на работу, чтобы уехал он. Уже с материалами. Ой, Иркутск, привет! Скучаем очень за вами. Латвия, привет! Кто там только что еще писал. Сейчас промотаю. Да, с Латвии два человека уже написали. И мы вот, Израиль, привет! Мы тут приехали. Значит, я говорю, о, Боря! Он должен был меня там завести домой, сам поехать сюда. А потом по пути Леруа Мерлен. Говорю, так давай заедем сейчас. Хабарокс, привет тоже. Я говорю, давай ты пойдешь, Леруа Мерлен. Дети спят. А мы, говорю, проведя, я проведу трансляцию. Сколько, говорю, я уже не проводила. Никак просто нет. Мексика! Привет, Мексика! Вообще, Украина, привет! Спасибо всем за приветствие. Краснодар, вообще классно. Деток просят показать. Но сейчас в машине темно. Я тут еле настроила, чтобы более-менее был нормальный этот обзор. Сейчас покажу. О, даже видно. Он, Максимка, склонился. Спит. А там за Максимкой сразу, сразу за Максимкой Борюсик спрятался. Мурка в машине сидит, ждет, пока мы поедем уже домой. На природе тоже с нами была. Ну, в общем, и Боря ушел. Паша у нас с этим, с Паша, Сашей на день рождения поехали. Паша, Саша и Тимофей поехали на Пашин день рождения. Германия, привет! С Горохова, привет! Вам тоже всем огромный привет. Поехали они, значит, Паша там собрал компашку. Поехали они вместе на день рождения. Гулять вчера у нее было день рождения. Сегодня отмечают. С нами они не поехали, поэтому с нами была только Аня, получается, Максимка и Борюсик. Вот. Так что... Вот такие у нас дела. Сейчас мы тут с друзьями так классно время проводили. Кто живет в Новосибирске, знает рыбные места. Вот мы ездим, второй раз приезжаем тут на одно место тоже. В общем, классно очень провели время, но с рыбалкой нам что-то не очень везет. Тут пытаюсь вам говорить и сразу читать комментарии. Я постараюсь сохранить эфир. Посмотрю, как у меня это получится. Вот, постараюсь сохранить. И это... Что-то хотела сказать. Кто живет в Новосибирске и знает места, где можно ловить карасика, окунька, красноперку, платву, тусорожку, напишите мне в личку место. Я тут уже по всем трезвоню. У нас тут друзья тоже, которые хотят нарыбачить, порыбачить научиться. И мы говорим, так, где же эти места-то найти? Я тут одному друга позвонила, мне подсказали, что он тоже рыбак. Но он больше на спиннинг ловит. Спиннинг и удочки, это разные виды рыбалки. Разные места для них нужны и так далее. Но я говорю, слушай, ты там ездишь, может, ты знаешь, где кто видел с удочками стоит. Он там пару мест назвал. Я говорю, давай так, приеду домой, запишу по карте сразу, посмотрю, проведешь меня. Может, в следующий раз поедем. Мы вообще сейчас решили с Борей, у нас сейчас воскресное служение в церкви. Пораньше стало, раньше было вечером, а сейчас утром. И говорю, Боря, давай каждое утро, говорю, поехали на службу в воскресенье. И потом там за грибочками, на рыбалочку. Говорю, пока теплые деньки, говорю, нужно куда-то выезжать. Мы тут на витамины подсели, тоже не снимали мы, кстати, видео про это. Оказалось, что у меня и у Бори состояние, когда нехватка запасов железа в организме. Гемоглобин нормальный, а нехватка железа в организме есть. Как-то это там называется, в общем. Короче, пьем железо. И я потом прокручу, посмотрю комментарии, посмотрю, может, на что-то отвечу. И нехватка витамина Д3. А симптомы нехватки этих витаминов, это раздражительность, это упадок сил, это сонливость, это хроническая усталость и все остальное. Короче, все наши симптомы, знаете, к веерам, что того, что того, вот это симптомы. Я как почитала, говорю, Боря, а болят мышцы, болят суставы, вот это все-все-все оттуда. И я такая, Боря, срочно, мы анализы поздавали и выяснили, что у нас этот, нет, не ферритин, ферритин как раз-таки в норме, а там что-то другое. Ферритин это у нас как-то усвояемое железо, то ли не в норме, то ли что, когда ферритин в норме, а усвояемое железо организмом, если не ошибаюсь, это как-то показатель способности усваиваться, то ли способности переноса железа по организму, что-то такое. Короче, как-то там эта штука называется, я уже не помню. Там же несколько показателей, мы такой расширенный анализ сдавали, гематесте сдавали. Вот, и очень понижен уровень Д3. И сейчас мы начали пить, я к чему веду, что вот этот год был очень сложный для нас. Мы по врачам ходим, а это, чуть-чуть что-то назначить, то-то-то-то, какие-то обследования делаем, вроде все хорошо, а мы себя ужасно чувствуем, особенно у меня. А я была у гематолога на приеме по поводу постоянного воспаления вот этого лимфоузлова. Она говорит, так, по твоим показателям у тебя анемия. Говорит, срочно, говорит, пить железо. На два месяца мне назначила там дозу железа. И мы начали пить с Борей. Я жить начала вообще просто. Я говорю, Боря, такое чувство, спать меньше начала. Жить начала, уходить, то есть мне не хочется прилечь в нем, как раньше. То есть я говорю, Боря, вот в чем причина была. Мышцы у меня перестали болеть. Ребята, у меня перестали болеть мышцы. У меня так болели мышцы по всему телу. Я проколола все витамины В, группы В, проколола прям мне в этом. Это до того, как гематологу попало. У меня суставы почти перестали болеть. Болят еще чуть-чуть, но прям намного меньше стали болеть. Вот и вам буквально нехватка витаминов. Так что вот так. У Бори был, да, чуть выше витамина Д, кстати. Когда у меня был упадок, я пропивала в Иркутске, а у него был чуть-чуть... А, нет, у него норма была. Не завышена, норма у него была. То ли завышена, я не помню. А сейчас у него даже ниже, чем у меня витамина Д. Представляете, у меня чуть выше, а у него еще больше нехватка, чем у меня. Вот так вот. Так. Да, мне гематолог сказала, говорит, мамочка шестерых детей. Вы, говорит, понимаете, что вы свой организм истощили шестью беременностями. Говорит, срочно реанимировать. Она там сказала вот это, вот это, вот это. Говорит, срочно восстанавливайте организм. Прописала мне там куча всего. И сказала, через 4-5 месяцев снова к ней. С повторными сдачей анализов. Короче, говорит, будем восстанавливать твой организм. Так что классно. Я рада, потому что мы хоть стали куда-то ездить. Я, ну, такое чувство, будто по-новому жить начинаю. Понимаете? Так. Так, ну, давайте пройдусь по вашим вопросам немножечко. Привет, тоже из Новосибирска кто-то. Спасибо всем, кто это. Ой, так, 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 так. Сейчас прокручу, 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 прокручу. Я вам три года назад писала, что у вас все показательные меры. Да. Видите, хочешь по врачам, никто анализы не назначает. Вот гематолог только пока дошла, назначила. Ой, из Турции, привет, спасибо. Так. Нет, по поводу риски, к сожалению, никто не звонил. Ну, вот, скорее всего, нам тоже там написали. Говорит, скорее всего, ее кто-то просто умыкнул. Забрали. Потому что она сама никогда не убивала. У нас Мурка вот везде с нами ездит. Вообще никогда в жизни не было, чтобы с нами у нас кошки убегали. Поэтому, скорее всего, вот, я же говорю, машины разъехались, кошка пропала. Хотя она была с ошейником. То есть сказать, что, ну, это, не знаю. Так, из Дегестана, привет, спасибо. Да, буханку сделали, вот я в ней сижу. Единственное, что у нас сдохла Элантра полностью и окончательно. Боря возил ее в автосервис на диагностику. Сказали, чтобы ему только ходовую сделать, нужно около 75 тысяч. Это только ходовую. И это без, если не ошибаюсь, без деталей. Это чисто работа там, а может быть и с деталями. Я так и не поняла. А у нас еще двигатель вообще, капремонт нужен, либо новый. Ну, вот мы посчитали, что это нам выльется около 150-200 тысяч. И мы поняли, что смысл ее делать, если 250 можно купить другую в хорошем состоянии, не гнилую и так далее. Поэтому мы решили не ремонтировать. Мы ее продадим на, когда переедем, верю, что переедем рано или поздно в свой дом. Он ее где-нибудь поставит в закоулочке, будет разбирать, продавать через Авито или где-то там, короче, на разборку. Потому что продать ее на утилизацию, двадцатку нам предлагали за нее. Боря говорит, слушай, я ее сам за сто тысяч, там и колеса, и сидения новые у нас в чехлах, и куча всего. Говорит, я ее лучше по деталям разберу и продам, чем это. Чем на утилизацию я 10 тысяч буду или 20 там. В школу дети не просятся. Мы предлагали мне... У нас Аня или кто там, Паша, подумывали ходить в школу, я не помню уже кто. Не хотят. А зачем? Все условия есть дома заниматься. Они сейчас в разъездах, их дома вообще, они там друзьям, там какая-то у них там репетиция, там еще что-то. Ну, то есть вообще красота просто. Таня, планируете ли приехать во Владивосток? Вроде собирались давно. Да, планируем приехать во Владивосток. Вопрос, когда? Вопрос, мы сейчас ставим вопрос на то, что Боря ищет постоянную работу, но найти на ту зарплату, которая нам нужна, работу практически невозможно. То есть потому, что очень много детей. Когда один-два ребенка в семье, да, работу вот так можно найти. Но из-за того, что кормить-то нужно много ртов, нам работа, которая вот эта зарплата сейчас есть, не устраивает. Сейчас Боря тут предложили постоянку, посмотрим, пойдет, не пойдет. Более-менее нормальная работа, самая высшая зарплата, которую мы предложили. И он сейчас ведет переговоры, потому что он там хочет, чтобы с возможностью брать отгулы, и с возможностью, у них такая возможность гибкого графика в плане, он может позже выйти, но позже закончить, раньше выйти, раньше закончить. То есть главное отработать 8 часов. Это очень классная штука, потому что часто Боря по утрам возят детей то на анализы, то там на прививку какую-нибудь, то к врачу кому-нибудь. Ну вот он там все может повезти, 8, 9, знаете, вот такое. Это он у нас этим занимается, потом нам важно вот это время. И что еще хотела сказать? И отпуск, если будет у нас летом, мы прям договоримся, что в конкретный месяц у нас был отпуск. Вот тогда мы, может, рванем. Вот. Ну, много от работы зависит. И у нас в этом году получилось так, что время отпуска у нас было на... Нет, вахтовый метод вообще не выгодно. Вахтовый метод, чтобы вы понимали, вот нашли мы работу вахтовым методом. Платят там, например, 120 тысяч. Но ты, например, 2 месяца работаешь, 2 месяца дома. В результате же плата какая в месяц? 60. Что можно за 60 тысяч делать на 7-6 детьми? Вообще ничего. Это квартиру оплатить, 30 там с чем-то. И на еду, все. Ни на что больше. Ни на одежду, ни на медицину, ни на куда-то и то там. Ну, короче, даже на еду не хватит. У нас около 40 тысяч в месяц на еду только уходит. Поэтому 60 тысяч. Получается, вахтовый метод у мужа постоянно нет дома. И это, ну, вы сами понимаете. Вахтовый метод, зарплаты, кажется, очень большие. А если их разбить на те месяцы, которые человек не работает, получается, не такие большие зарплаты. Мы вообще откинули этот метод. Спасибо огромное. Мы тоже так хотим приобрести свой дом. Вообще прям. Сейчас активно занимаемся этим вопросом. Потому что если мы сейчас осенью этот вопрос не решим, то это только с весны нужно будет. Потому что пока вот фундамент могут залить фирма, которую нам будут строить. Вот мы можем решить. Если не успеем, все придется зиму зимовать прям это. Так. Почему Аню вообще не видно, где она дома, она у нас, она? Ребят, скажу, наверное, еще раз. И буду как бы эту тему уже обходить стороной в видеороликах. Чем взрослее становятся дети, тем меньше они хотят публичной жизни. Не все люди в этом мире хотят публичности. И это касается также детей. Кто-то спокойнее к этому относится, кто-то говорит, нет, а я не хочу, чтобы обо мне вообще ничего рассказывали. Где я учусь? Куда я пошла? Не пошла? Там, что я делаю? Или что? Или там Паша, там, или Аня, или Тимофей. Чем взрослее дети становятся? Жизнь блогера выбрали мы. Пока дети маленькие, им нравится публичность, им нравится там что-то сниматься, им это классно, там, они получают вообще массу удовольствия. Там мне, ко мне, например, Боря приходит, говорит, мам, сними меня, пожалуйста. Или там, Саша, мама, можешь снять? Вот я поделку сделал. То есть им это самим интересно. В нашей семье принято так. Мы снимаем только с разрешения детей. Мы снимаем только, если им это нравится. И это наш выбор быть блогерами. Мы с Борей хотим сниматься. Мы приветствуем это. Я знаю очень многих блогеров, которые не снимают свое лицо. Они готовы снимать что угодно, только не себя. Вот они таким образом ведут канал. Ну, не хотят они публичности, не хотят они сниматься. И в нашей семье тоже кто-то спокойно снимается. У нас даже, знаете, заметили такое, что иногда, например, там Паша говорит, не-не-не-не, сзади, а иногда такой сам в камеру даже вылезет. Под настроение. И мы уважаем их. Мы уважаем наших детей. И, скорее всего, чем дальше, тем меньше мы вообще будем показывать старших детей. Возможно, кто-то скажет, мам, да, ну мне все равно снимай как бы. Но в любом случае личная жизнь детей – это личная жизнь детей. Мы можем спокойно рассказывать только про себя, про свои планы, свои мечты, где там работаем, ну какие-то такие вещи. Но рассказывать про жизнь детей – это не наше право. То есть они растут, и они не хотят, например, они там делятся только чем-то друзьям. Поэтому чем дальше, тем все равно меньше мы будем вообще делиться такими вещами. Поэтому и не показываем, и не рассказываем. Поэтому на вопросы, а куда Аня пойдет учиться, а где, то есть я точно отвечать больше не буду. Потому что, ну, это ее, это ее личные границы. Это и так же Пашин, так же Теманый, я считаю. Там куда-то на кружок с младшим пошли – это ерунда. А чем вот Саша начнет подрастать, про него меньше будем рассказывать. Понятно, что какие-то вещи. Так что тоже прошу отнестись к этому с пониманием, потому что, ну, все мы личности, и каждый по-своему реагирует на публичность. Спасибо большое, стараюсь. Сказали, здравствуйте, Таня, это… Чего не хватает для счастья? Вы знаете, сейчас все хватает. У нас настолько, Боря, сейчас классные отношения, ребят. Мы прошли такую, наверное, это, наверное, вот этот год был самый сложный вообще для нас, для нашей семьи. За весь наш брак, за все, ну, 19 лет в браке, это был самый трудный год, который только вообще был. Мы пережили, наверное, все, что только могли пережить. Нам очень было сложно. И сейчас у нас такие отношения с Борей последний месяц, как будто бы мы вычеркнули вообще последние пять лет или шесть. И у нас, ну, не второй медовый месяц, но у нас настолько нежность между нами, настолько… Такие вот теплые чувства, настолько мы вообще не конфликтуем практически. И это если конфликт, он настолько легко решаемый, настолько мы его легко проходим. Ну, поговорили, пошли дальше. Мы очень много поняли за это последний год, много пересмотрели, много порешали своих детских травм, много пересмотрели… Мы же прошли курсы «Счастье внутри нас», где прорабатывали отношения с папой и с мамой, прорабатывали определенные детские травмы, прорабатывали свои чувства, разбирали с них, почему мы так или иначе себя чувствуем, что у нас накопило, в чем вот проблема, да, в чем это. Вообще круто. Сейчас я тоже записалась на один курс, который тоже поможет мне восстановиться в определенных моих моментах. А я к тому, что мы решили те проблемы, которые много лет накапливались и не решались. И они привели к определенным результатам. И когда мы это все проработали, прорешали, у нас просто, ну, вот такие отношения в семье сейчас. Вообще сказка просто. Так, не жалейте, что переехали к Байкалу, так мы сейчас не возвели Байкалу, мы сейчас на Алтае. Поэтому, что нам сейчас не хватает для счастья, я счастлива сейчас. То есть я счастлива, есть над чем работать. Я сейчас начала почитать классную книгу, возможно, где-то в видео вам покажу, я или показывала вам ее, или не показывала, я не знаю, не помню. Она про триггеры. Оказывается, знаете, что такое триггеры? Это когда, например, в детстве, ну, к примеру, там, бьет мама ребенка, да, например, как там, в большинстве семей, где там не, как же эти семьи называются, деструктивные семьи, деструктивные отношения, бьет мама ребенка и там кричит ему какое-то слово. И ребенок потом вырастает, и на это слово он очень болезненно реагирует. И он сам не понимает иногда почему. Или там на какую-то фразу, или на какое-то конкретное поведение, или там на опоздание другого человека, прям, знаете, вспыхивает. Это триггер срабатывает. Я сейчас начала читать книгу. Мы сейчас, Боря, одну книгу читаем про воспитание детей. Классная книга. Тед Трип, как быть пастором своего ребенка. Книга христианская, сразу скажу, связана полностью с Библией, с Богом. И автор просто самая, наверное, лучшая книга о воспитании детей, которую когда мы либо читали за всю свою жизнь. И вот там очень много говорится. Сейчас мы тоже как бы ее читаем, обновляем свои отношения с детьми, с воспитанием связанно. Обновляем свои взгляды с Бори на воспитание. Сравниваем их, приводим к общему знаменателю, мои Борины, чтобы они не расходили, чтобы было единство воспитания и так далее. А потом после этой книги начнем читать книгу, я не помню ее название. Триггеры, ой, не помню, как название. Короче, редакция миф, если не ошибаюсь, или как. Где-нибудь в жизни за кадром сниму. И там вот рассказывается, откуда берутся триггеры, как их распознавать и как с ними иметь дело. Как перепрограммировать свой мозг, чтобы он уже болезненно на это не реагировал. Оказывается, у нас столько с Бори было триггеров, связанных с нашим детством, и мы даже не понимали, что они у нас есть. И тут раз, и мы такие, вау, так вот откуда-то. Это отсюда. А иногда ты ведешь себя по-определенному, и нет, не понимаешь. Но вот мы и прорабатывали. Не факт. Сколько книг не читай, но только психолог лично может помочь проработать все травмы. Не всегда. Есть травмы, которые ты способен проработать сам. Есть травмы, которые только с психологом. Но из-за того, что мы в последний год консультировались и с психологом по поводу наших отношений, по поводу детских травм и всего, и прорабатывала я с подругой, у которой нет психологического образования, но она настолько прорабатывает детские травмы просто глубоко. Вот не каждый психолог так сможет. И потом мы видеоролики на эту же тему находили, что вот так эта проработка прям самая классная своих травм, чувств и так далее. И я купила, и она очень много рассказывала про триггеры, вот эта подруга моя. И мы купили книгу, и там точь-в-точь все, о чем она говорит. Ну, то есть, конечно, ты больше понимаешь, когда тебя кто-то ведет по этому всему делу. Но можно, есть вещи, которые можно проработать самому. Например, созависимость я проработала сама. Я раньше, знаете, любила всех спасать. Всех спасать, где какая семья, где какие проблемы, я туда нос высовала. Это лет, наверное, сколько, 10 мы уже здесь живем, лет 14 назад. Везде я так переживала за других, как за свою семью. А потом поняла, что, Тань, ты спасатель. Потому что, ну, вот так созависимость, это созависимость. И я прочитала книжку, и когда это поняла, я вообще перестала вмешиваться в чужие отношения. И я с помощью книжки это сама решила. Просто там книжка с заданиями идет, тоже она у меня дома есть. Поэтому не факт, что все можно, ну, не все можно проработать. Есть вещи, которые можно. Вот. Так, дом не купили. Интересно, как вы считаете вместе? Кто-то вслух считает? Нет. У нас сейчас такая методика. Раньше, почему у нас тоже было много проблем с Борей? Потому что раньше я читала, он не читал. Я, получается, какие-то знания получала и хотела внедрять их в семью. Боря не читал. И у нас были конфликты, потому что, как бы, я ему рассказываю, он вроде бы как бы согласен, да-да-да, но он сам не прочитал, не прочувствовал, не проработал в своем сердце. И у нас были конфликты, потому что я внедряю, а он нет. И получается воспитание несогласованное. Отношения какие-то в моменты несогласованные. А сейчас мы читаем так. Мы выработали тактику, такая классная вообще. Говорю, Боря, давай так все книги, которые мы хотим вместе прочитать, читай так. Он каждое утром проводит такое у нас есть понятие в тихое время у христиан. Ну, тихое время, потому что оно тихое наедине с Богом. Когда он утром читает Библию, там молится и так далее. И вот он берет эту книжку, читает утром. Чуть-чуть буквально, страничка две, книжка такая, знаете, для проработки. Не просто прочитал и забыл, это не фантастика какая-то. Он читает чуть-чуть, там главу прочитал, например. И он об этом размышляет, молится, там какие-то принимает решения и так далее. Потом я беру после него, смотрю, сколько он прочитал и догоняю его. Потом снова читает он, потом снова догоняю я его. И таким образом мы идем, и тогда мы в одном темпе, потому что я более быстро по чтению, и мы всегда читали под меня, то есть под мой темп, вот этот момент. А сейчас я как бы смотрю, ага, он сегодня не прочитал, я тоже не читаю. Смотрю, он прочитал, я дочитаю до его закладочки. И вот таким образом я двигаюсь под его темп, получается, его не подгоняю. И я знаю то, что я прочитала, он уже об этом знает, мы можем это говорить. И также мы потом сейчас эту книгу прочитаем, буквально нам еще половинка осталась. Потом прочитаем, Борик, ты там. Ой, подожди, мы уже едем, все? Нет. А, не едем, все понятно, тогда я не пристегнусь. Потом, значит, мы прочитаем вот эту триггер, и я тоже начала читать. Я говорю, Борик, нам ее желательно тоже вместе пройти, потому что есть вещи. Мы говорим, 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 потом он что-нибудь скажет, и меня все, ты меня обидела. Он говорит, а у меня не было цели обидеть, а потом я понимаю, слушай, а вот эту фразу я слышала в детстве, вот почему она меня так задела, зацепила. Вот, и тоже хотим ее вместе проработать точно таким же темпом. Он читает, я догоняю, он читает, я догоняю. Там есть задания разные, проработки, в общем, тоже вместе пройдем. Надеюсь, до Нового года мы эти две книги закончим, и это поможет нам улучшить отношения. И вообще такая книга очень рекомендую тем, у кого были очень много травм, травматическое детство у кого было. Знаете, ну, вот такое, как у нас в Боре, у нас было очень травматическое детство. А, ты забирать продукты идешь, да? Нет, покупать здесь. А, здесь покупать, это какое-то отдельное место? Я поняла. И такая книга очень классная, чтобы, во-первых, понять себя, проработать и отследить свою реакцию. Я прям очень, я ее только начала читать, буквально прочитала одну, шестую часть книги. Я даже не дошла до практической части, как прорабатывать, и я начала замечать, что выводит меня из себя. Я такая, опа, а это мой триггер, такая, так, стоп, Таня, успокойся. Это там, давай, так, атак, ну, очень классная книга. Ну, в общем, в сборе вот таким образом мы будем ее идти. Ребят, я когда-то у себя на канале выкладывала эти книги, фотки, и про созависимость, и про тет-трип. Что? Папа, не нужно с папой. Не, с папой не надо, папа уже ушел все. Посидите в машине, попросыпались мои малыши. Посидите, сейчас уже поем домой. Папа уже, наверное, покупил, сейчас только здесь что-то еще купит. Я так поняла, что внутри он уже купил. Вот. Короче, давайте я приеду домой. И прям снова сделаю подборочку, вообще выберу наши самые любимые книги. И прям здесь в Инстаграме, в одном посту, выложу все книжки, о которых я сейчас говорю. И вообще книжки, которые мы рекомендуем к прочтению. Потому что их буквально вот на пальцах можно перечесть. Но это книжки, которые прям вот вау-вау в своей сфере. Потому что читали мы много, а оставляли мы мало. У нас буквально там какое-то количество книг, которые мы оставили. В основном мы там читали и отдавали, читали и отдавали, дарили там куда-то. Ну, то есть не все книги оставляли. Не все книги настолько практичны. Так, все, остановились? Да, оставьте, оставлю пост. Сиди в машине. Таня, как по-вашему можно определить, человек растет или стоит на месте? В отношении кого растет? Ну, например, как можно определить по человеку... Максимка, отстегни его, пожалуйста. Отстегни его. Максимка, Максим, Максим. Все, чш-чш-чш. Все, чш-чш. Пить будешь йогурт? Максимка, йогурт будешь? А, секундочку, извиняюсь, у меня тут Максим капризничает. Максимка, йогурт будешь? Не будешь йогурт? А мультик будешь смотреть? Мультик, где я курсы проходила, у нас на канале вышло видео, связано с Сатьей попали мы. И вот там в конце видео, во второй половине, даже большинство видео, вернее, там в начале видео, как мы были на курсе у Сатьи Даса. А основная часть мы рассказываем, на какие курсы мы ходили, с каких что взяли, то есть больше про нашу практику, про зачем проходим, что проходили. Я там говорю название курсов. Вот, откройте это видео, буквально оно недавно вышло, то ли попали к Сатью Дас, называется, вот я уже не помню конкретное название там, там зал такой, в гостях у Сатьи обложка называется. Вот зайдите, там я прям про все курсы рассказываю. Там сможете посмотреть. Что-то у нас это, запросы и все такое. Вот, на такие вот дела. Когда будет новый влог, ребят, пока вот мы ездили, насобирали много материала, у меня видео выходили каждый день, вы видели. Сейчас вот будут видео, ну из-за того, что Боря на работе, мы мало все равно куда-то ездим, вернее меньше, чем раньше, так сказать. Возможно, со временем это будут тоже поездки. Если у нас выгорит вот та работа, о которой я там в одном из видео говорила, работа на дому, если мы ее за зиму раскрутим, или там за год ближайший. Ой, что-то у меня мигает. О, все нормально. Если мы ее раскрутим и снова сможем работать на дому онлайн, тогда мы снова сможем куда-то ездить. Потому что такая работа там, в которой ты работаешь, главное тоже вот как блогер, доступ к ютубу, ой, к интернету нужен. Вот, если не раскрутим, все равно это, конечно, поездки будут больше летом. И вот там на выходных куда-то, ну такие каникулы, там больше вот такие. Все равно как бы жизнь немножко поменялась. Одно дело работать на себя дома, там вести канал, да, и когда это основной доход, ты, где ты ездишь, там и твоя работа, по сути. То есть можешь работать везде, в принципе, вот куда бы ты ни поехал. То есть здесь немножко сейчас у нас другая ситуация, другой период жизни, поэтому меньше видеороликов снимается, потому что мы меньше куда-то выезжаем, меньше каких-то событий происходит. И поэтому видео, соответственно, выходит там через день, через два, иногда каждый день. Все в зависимости от количества того, что мы снимаем и как ездим. Стараемся канал не забрасывать, конечно, конечно, поэтому очень со многими мы лично с вами знакомы. Очень благодарна Богу за нашу дружбу, с кем мы в личку переписываемся. Поэтому все благодаря каналу. Какие-то вы нам советы даете, что-то где-то мы вам подсказываем. Это для меня такое прям хобби, которое, ну, мне очень нравится. Вот даже когда дети вырастут, уйдут, конечно, тоже обратно же стиль канала поменяется, потому что детки вырастут уже, я же, как я говорю, чем старше дети становятся, тем меньше мы будем снимать. Но канал переквалифицируется, знаете, такая, трансформируется в какой-то другой вид. Посмотрим, как это будет все дело. Мы сами даже не понимаем. Спасибо вам большое. Так, так, так. Сейчас посмотрю, что здесь у нас прошло уже. Не жалеете, что поехали. Поехали куда? Не поняла немножко вопрос. Сейчас дальше пройдусь. Что такое? Что? Боречка. Боря, Борь, давайте как-то вдвоем. Борь, вдвоем. Так он с мультиком. Что ты хочешь, Максим? Мультик? Да. Давай ставь тогда мультик на двоих. Какой-нибудь поставь. Сейчас Боря поставит. Только садитесь так хорошо туда, назад. Сейчас покажу, что там еще сидят. Сейчас, 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 сейчас. О! Привет! Машите привет! Тебя там видно? Меня не видно. Видно? Да и помаши привет, и все увидят. Да, вот так вот. Все тебя видят. Ай, Рая, тебя очень видят. Да. Про здоровье немножко раньше рассказывала. Потом я запись эфира сохраню. Выложу, наверное, сюда в пост запись эфира. Можно будет просмотреть, кто позже присоединился. За здоровье много прямо сказала, поэтому не буду больше повторяться. И зря славля. Спасибо вам большое. Я немножко не понимаю, сколько мы по времени уже идем. Сколько эфир-то идет по времени. Так, а как здесь увидеть-то? Не понимаю я, как здесь посмотреть, сколько эфир идет по времени. Спасибо большое за день рождения. Паша, 15, да. По поводу дома Горохова. Нашлись у нас покупатели. Тоже мы об этом в одном из видео. То ли сегодня выйдет видео, то ли завтра выйдет видео, то ли, скорее всего, завтра выйдет видео. Там я про дом рассказываю. То ли вчера вышло видео, где я про дом рассказываю, то ли завтра выйдет видео. Поэтому просматривайте. Вот сейчас у нас поездка на Мраморное прошла. Там был каждый день видео. Сейчас вот через день пойдет. Если я буду смотреть, что у меня достаточно на каждый день выкладывать видео, я буду каждый день. Если я смотрю, что болели, например, или еще что, да, ну не снимали, я бы там через 2-3 дня выкладывать. Ну, то есть как получается, ребят. Минут 25. Раньше вот здесь было, можно было это, как-то переключиться и видеть время, которое я веду. А сейчас что-то не это. Нет, покупатели нашлись, но они купили другой дом, потому что нам опека здесь не разрешила продать его. Короче, смотрите, там видео. Значит, завтра будет о доме. Завтра будет о земле, о доме. Там мы чуть-чуть делились тоже. Уж простите, что задержка видео. Много наснимали, а выкладывать смогли. Я попыталась выкладывать видео там, но там был очень плохой интернет. Там был настолько на Мраморном плохой интернет, что даже связь просто телефонная пропадала. То есть я там больше монтировала, монтировала. Потом, когда мы приехали, я начала выкладывать. Из-за того, что отдыхали мы 10 дней, а видео было около... Ну, короче, большее количество... Ой, 7 дней мы отдыхали. А видео было намного больше. У меня еще будут выходить такие более технические видео. Они даже еще не вышли между такими влоговыми обычными. Буду вы это выпускать. И поэтому получилась большая задержка. Ну, вот так. А, мы еще приехали, то ли заболели, то ли... Вот не помню. Короче, плохо себя чувствовала очень. Даже почту не разгребала, наверное. Последнее время, наверное, месяца к почте не подходила, к электронной. Настолько было плохо, что не могла. Поэтому, ну, бывает по-разному. Не буду снова о этом. А здоровье... О, Боря. Боря. Гремит. Гремит этими штуками. Все нормально? Слышно, видно меня? Вот тут просто написал кто-то, что зависло. Все ли нормально? Как здесь интернет, кстати? Интересно мне посмотреть. Задержка или не задержка здесь иду? Напишите, слышно, видно ли меня? И нормальное ли качество видео, кстати? Ни в кубиках, ни в квадратиках. Нормальное ли качество? Можете дать сейчас обратную связь? Ай, класс. Сейчас прямо на этот вопрос отвечу. Видно нормально все. Все, спасибо большое. Отлично. Очень поступил интересный вопрос. Тань, как относитесь к языковым инвалидам, хейтерам? Я еще не слышала такое определение хейтерам. Языковые инвалиды. Прям в точку. Вот так я отношусь. Как к людям, которые больны. Ну, с инвалидностью. Мне их жаль. Мне жаль, что люди тратят жизнь на чужих людей вместо себя, вместо своей личной. Мне жаль, что эти люди живут чужими жизнями. Мне жаль, что эти люди живут чужими проблемами. Я считаю таких людей травмированными когда-то в детстве, обиженными на жизнь. Вообще хейтеры делятся на много категорий. Нельзя сказать о всех хейтерах одно. Есть хейтеры немножко так, знаете, в этот, не помню, говорила когда-то или нет на эту тему, кстати. Есть хейтеры, которые, значит, категория, я просто когда-то изучала эту тему вообще, прям подробненько. Есть хейтеры, которые самоутверждаются, у них низкая самооценка, и они самоутверждаются за счет унижения других. Это одна категория. Есть хейтеры, которые люди, у них искаженное понимание жизни, и они нуждаются в негативе. То есть, чем больше негатива, тем они чувствуют, это вампиры, знаете, эти, как их называют там. Ой, забыла это определение. Короче, которые высасывают из других энергию этими конфликтами. Забыла, как они называются. Боря, как называются люди, которые за счет негатива живут? Вампиры, как они? Энергетические. Энергетические вампиры, короче. Им просто нужны постоянно конфликтные ситуации, они лезут везде, где есть конфликты и так далее. Есть хейтеры, которые стараются сделать добро за счет зла. То есть, да, энергетически, да. Они делают людям добро, причиняя им зло. Ну, типа, спасают наших детей постоянно от чего-то, разрушая их жизни. Знаете, это спасу ребенка, разрушая ее семью. Ну, вот хейтеры у них, определенная странная позиция, когда они спасают наших детей, разрушая нашу семью. Это называется причинить добро. Да, причинить добро с помощью зла. Есть хейтеры, которым проплачивают, чтобы закрывать другие каналы. То есть, платные хейтеры, так сказать. И там, вот не помню, еще несколько категорий. Подскажите, если вы вот сейчас слушаете меня, если вы тоже изучали эту тему, какие-то еще, кого я еще не обозначила. И как можно о них всех сказать одинаково? Есть, знаете, такие борцы за правду. Вот они прям живут созависимые, да, вот эти, которые всех спасают. Вот им надо всех спасать. Всем надо им дать совет, понимаете, везде влезть. Там, не знаю, там. Ну, это борцы за правду, я называю, которые, не видя своего бревна в глазу, вытаскивают соринку других, называется. То есть, не видя своих недостатков, лезут в чужие, пытаются их изменить. Ну, вот такой еще вид хейтерства есть. Поэтому, жалко одно, что эти люди живут чужими жизнями. То есть, потому что обычно человек, у которого есть своя насыщенная жизнь, никогда не будет лезть в чужую жизнь. Ну, и все. Ну, потому что он понимает, зачем оно мне надо. У меня времени даже на это нет. Вот так я к ним отношусь. Так. Спасибо большое. Я вообще очень вам всем благодарна, кто... Знаете, хейтеров на самом деле намного меньше, чем хороших людей. Вот, если честно, ну, чтобы вы понимали, 1-2% со всего канала хейтеров. Вот, например, если на канале 100 тысяч человек, вот возьмите 1-2%. Мы даже подсчитывали когда-то специально. Примерно 1-2% хейтеров. Это очень мало на самом деле. Да, этих людей, если посчитать их на пальцах, очень много. Много, смотря какое количество каналов, да. Это может быть тысяча человек, 2 тысячи человек, да. Это, ого, это очень много. Но если взять их в соотношении с адекватными, нормальными людьми, здоровыми, да, морально, я имею в виду, потому что многие хейтеры просто, я же говорю, к сожалению, жизнь их так воспитала, что они, ну, вот они не умеют по-другому. Ну, это такие вот люди и все. Они по-другому не умеют жить, так сказать. Поэтому особо зла на них не держишь, как бы. За детей обидно, что они портят жизнь детей. Но бог и судья. Вот. Поэтому больше, как это сказать, хороших людей. Спасибо вам большое за ваши слова поддержки, которые вы мне пишете в личку. Спасибо вам большое за все ваши советы, которые вы даете. Просто прям очень благодарна, потому что вас больше. Просто знайте об этом. Так, сейчас посмотрим, что здесь у нас. Немножко подсчитаем. Так, 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 так. Уже сказала про Аню, говорить не буду. Про детей не буду. Про себя могу, про наши планы могу рассказать. Обсуждать старших детей не буду. По просьбе старших детей. Уважаю их мнение, уважаю их жизнь, уважаю их личные границы. Поэтому не задавайте мне, пожалуйста, вопросы про Аню, Пашу и Тимофея. Вот как только Саша скажет, мама, все, я не хочу, чтобы ты обо мне на канале ничего снимала. В эту категорию войдет Саша. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Чем старше становятся дети, тем меньше они хотят рассказывать о своих... То есть у них есть определенный круг друзей, которым они рассказывают о своей жизни. Наши подписчики канала для них не друзья. То есть это не они ведут канал, это не их зрители, это не их подписчики. Они, конечно же, знают, что их смотрят. Они благодарны за тех, потому что мы им делимся. Ребята, нас поддержали там, нас у тебя поддержали. Вот так там посоветовали. Понятно, что они понимают, они благодарны. Они понимают, что это наша работа. Они понимают, что это наши хобби. Они понимают, что папа с мамой блогеры. Но не они блогеры, не дети блогеры. Они не живут этим, они не пропитаны этим, они не мыслят этими понятиями, мыслями блогера. Поэтому не задавайте у них вопросы, потому что я о них не буду говорить без их разрешения. Ну вот так вот. Мы не пристегнуты, потому что мы на стоянке. Мы не ездим по городу, мы на стоянке Леруа Мерлен. Поэтому мы не пристегнуты. Боря подъехал от одних ворот к другим, от одного стояночного места к другому. Здесь буквально 10-20 метров, поэтому вот так вот. Мы не оставляли кота умирать, мы ее не нашли, ее там не было. Мы не бросали ей риску, мы ее просто не нашли. Либо она убежала, либо ее забрали. Без вариантов, просто без вариантов. Мурку мы увезли с собой. И мы ничего не могли с этим сделать. И поборники за кошками, вы должны логически и мудро мыслить. Нам что, жить там? Потому что кошка сбежала. А если ее увезли, нам что, жить там и ждать, пока люди привезут кошку обратно? Вы же тоже думайте масштабами разумного человека. Жалко? Жалко. Почему так произошло? Мы не понимаем. Скорее всего, что значит надо было искать риску дальше? Где ее искать? Нету кошки, нету ее. Поэтому как бы не пишите. Знаете, давайте мы будем мучить детей жить в палатках месяц, два, три, потому что кошка убежала. Нет, сидите. А где мы ее найдем? Мы тоже сделали все, чтобы найти своего питомца. Вы же не видели за кадром, что мы делали? Сколько мы ее искали? Где мы ее искали? Как мы ее искали? Поэтому не судите. Вы не знаете, куда мы написали. Мы не знаете, что мы сделали. Поэтому никогда не судите других по тем пяти минутам, которые вы услышали в видео. Все. Это вам мой совет. Потому что кто судит, тот судим будет. Кто осуждает, тот тоже будет осуждать Бог. И все. Это животные. Это знаете, как ты делаешь все, что можешь, но животное не вечно. Животное склонно умирать раньше, чем хозяева. И так далее. То есть, ну вот так вот. Все, что сейчас вы пишете про животных, вот здесь в комментариях, это неправда. Вы можете верить мне, можете не верить мне. Вообще не имеет значения. Для нас, знаете, мне один из детей недавно задал вопрос. Мам, а как ты относишься к тем гадостям, которые про вас пишут? Ну, тебя это задевает, не задевает. Я говорю, слушай, честно, не задевает. Знаешь, когда задевает? Когда это правда. Вот тогда задевает. Когда ты перед Богом понимаешь, что это неправда, пока ты перед Богом понимаешь, что ты чист, с совестью перед Ним, ну, гадости особо не задевает. Твои друзья знают о тебе правду. Твои родные знают о тебе правду. Люди, которые верят тебе, знают о тебе правду А люди, которые пишут гадости, ты им документы покажи, они не поверят Ты им не знаю, что угодно покажи, они все равно тебе не поверят Таким людям бесполезно что-то доказывать Не имеет смысла Есть в Библии очень хороший отрывок Не мечите бисер перед свиньями То есть не бросайте драгоценность перед свиньями, потому что они ее затопчут Они не оценят Так вот люди, которые хейтеры, которые пишут разные гадости Вот здесь в комментариях Вообще где-то пишут Любую правду они все равно попрут ногами, перекрутят И будут гнуть свою линию Просто потому что это такие люди Им нужно найти козла отпущения, на котором они самоутверждаются Хотят выглядеть хорошими Нужно же кого-то осудить, чтобы самому быть праведным, каким-то классным Ну вот я перечисляла тип хейтерства Поэтому, к сожалению, нет смысла на это даже распыляться Так, будем заводить животных, конечно А почему мы должны их не заводить? Мы же их не съедаем, не зарезаем Кто-то умирает по своей смерти У нас был кот, который просто ушел, тоже в горух и не вернулся И что нам сделать? Вот он ушел, где-то умер и не вернулся Так коты делают в природе Они уходят, когда они заболевают Котов сбивают машины Это, поймите Уличные коты И коты, которых на выставках возят Это разные Разные виды животных Разные понятия содержания и так далее Сельские животных содержат в вольерах На цепях Многие вообще ни прививки им не делают Не кормят вот помоями только И это норма для сельского жителя Для большинства, по крайней мере Ну, для какой-то... Я ни процентов не буду сейчас браться, говорить Мы, например, даже в селе не приемлем содержания на цепи Не приемлем содержания в вольере Временно, да, там, закрыть собаку, пока гости пришли Или пока ты там, не знаю, ну, по какой-то нужде, да Но содержание это Но мы не приемлем содержания, знаете, когда вы гуляешь кота на поводке Когда там он только дома закрыт Мы тоже не приветствуем Мы глистогоним котов Мы делаем все нужное там, что нужно для котов Но мы допускаем, что животные, они свободолюбивые Они могут подхватить какую-то болезнь Они могут... их может сбить машина Их, ну, то есть в селе Их может там догнать собака какая-то И, ну, а как в лесу животные живут? Давайте спасать всех животных в лесу Потому что они тоже там хищники Охотятся друг за другом Ну, то есть мы даем нашим животным прожить нормальную, вольную жизнь Но при этом они вольны приходить к нам в дом Общаться с человеком, быть любимыми, накормленными, напоенными И там, ну, леченными Но при этом они живут двойной у нас жизнью Они живут полудикие жизнью Получается, они домашние, ну, дикой и домашней И они общаются в диком кругу, так сказать И со всеми вытекающими последствиями И мы никогда не будем держать животных запертыми в доме Вот мы сейчас в городе вынужденно держим запертыми Но мы бы даже вот берем с собой эту кошку Перестанем ли борьбать животных с собой на природу Потому что и риска сбежала Или потому что ее украли Нет, не перестанем Ну, то есть, это как ребенка запереть в клетке Никуда не выпускать Мы против такого содержания Я понимаю, что большинство так содержит Там трясется над животными Пылинки с них сдувает Мы тоже любим своих животных Мы тоже о них заботимся Но те условия, при которых живут наши животные Подразумевают несчастные случаи И это нормально Например, у нас эту собаку, как же это ее? Джесси, ее отравили Вот она сбегала у нас Сбежала в очередной раз, ее просто отравили Она у нас просто умерла от отравления И что мы сделаем? То есть, мы ее не успели даже спасти Все, она пришла, легла и умерла Ну, то есть, и это нормально Мы искали кота Как можно, как вы не понимаете Как можно ехать искать кота, где его нету? Ее никто не видел Мы обсморсили всех Как можно искать там, кого Ну, то есть Ладно, тема закрыта Кто понимает, поймет меня Кто не понимает, не поймет при любом раскладе Мы поедем 10 раз и все равно будем неправы Так что Я понимаю, что вы любите животных Мы тоже любим животных Так, сейчас посмотрю эти комментарии еще У нас пока заведение собаки под вопросом Потому что, во-первых, нужно забор сделать А на забор нужны финансы И это, наверное, не сразу будет делаться Потому что дом будет браться в ипотеку Строится и все деньги пойдут на это На проведение электричества Там воды, скважина Все уйдет туда Поэтому собака нужно заводить Я еще раз говорю Из-за того, что мы противники Заводить на привозе и в вольере Собака заведется только тогда Когда будет забор Чтобы она могла вольно бегать Так Чем лечим детей от простуды? Витамин С Чай с имбирем Чай с лимоном Если насморк, который мешает спать Мы сосудосужащие капаем Но это очень редко и очень осторожно Их вообще нельзя употреблять Это прям Ребенок вообще дышать не может Ночью плачет, там Жалуется Тогда только капаем Если горло болит Всякие вот эти пшикалки на травах Покупаем в аптеке Спреи именно на травах стараемся брать Если жаропонижающие Это ибупрофен мы даем Вот А что еще? Все И сильные организмы сами У нас вы знаете Ни одна Ни одна За все 16 лет У нас Там шарши Дочке 16 лет Ни одна Болезнь не переросла Ни в воспаление легких Не было никогда никаких осложнений Никогда никаких там Одна болезнь перетекала в другую Как-то дети всегда легко болели И все Но если это было воспаление легких Это было не как У нас у Ани Когда это было воспаление легких Если не ошибаюсь Ей было Так мы переехали Годиков 5 Наверное Лет 5 И Мы болели Ну скорее всего Вот у нее одной Но скорее всего У нее просто Да У Ани было Просто чтобы не соврать Я сейчас пытаюсь вспомнить Мы болели вирусной То ли она сама болела И она потом долго кашляла Она не может понять Что такое Мы ее к врачу Они говорят Раз долго продолжает кашлять Скорее всего У нее эти Воспаление легких Но у нее не было То есть она прям Просто покашливала И все Кашляла 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 Там не упадок Ребенок не лежал Положмя Все Знаете как при бактериальной Вот И мы продавали антибиотики Она выздоровела Перестала кашлять На это единственный раз Когда мы лечили Связанно именно с легкими Какую-то болячку А так Бронхиты разные Все Подхаркивающие И все такое Нет Мы не будем показывать Процесс простройки дома Мы не будем снимать село Где будем жить Мы не будем снимать Дорогу туда-обратно Мы ничего не будем Снимать Жить Связанно С тем Где мы живем Единственное Что мы Будем показывать дом внутри Там Кострище Например Будем показывать Не знаю Там Грядку какую-нибудь Ну так Чтобы не было понятно Где Окружающие Это не было Так Поэтому не будем К сожалению Очень хочется Но Так Сейчас читаю Вроде бы Все Ребят Наверное буду заканчивать Сейчас Боря загрузится Мы поедем И чтобы не очень было длинное видео Если есть еще вопросы Задавайте Потому что не знаю Когда в следующий раз Смогу поснимать Хотя в принципе В инстаграме я могу И частенько снимать У меня проблема Видите Я не могу В ютубе Я уже разобралась У меня тут друг Приезжал к нам В гости С Борей Я разобралась С помощью него Как вот эти На В ютубе делать Прямые эфиры Но проблема в том Что нужно на это время Из-за того Чтобы я год была Вся в болячках Не могла прям Ничего делать Особо Мне было не до этого Это вот я здесь Сижу Мы все равно стоим Вот Поэтому сделала вам Прямой эфир А вот чтобы в ютубе делать Это нужно прям планировать Выделять время И так далее Немножечко оклемаемся Немножко приведемся С Борей в порядок Пропьем витаминчики Я сейчас тут еще По некоторым врачам Позаписывалась Решу свои вопросы Как-то у нас целый год Мы по врачам ходим То с рукой То эндометриоз То еще что-то То там воспаление То это И будем снимать Надеюсь Что там Где место Где мы будем жить Будет это Ну короче Где Ну вы поняли Будет интернет хороший Где мы будем жить Все ребят Буду я заканчивать Пока-пока Спасибо что были с нами Попробую эфир Сохранить И это Выложить его в ютубе Если у меня получится Вот Ну все тогда Буду заканчивать Пока-пока Спасибо что были с нами Так Так Завершу